Привет всем любителям настольных игр! Здравствуйте! Меня зовут Сергей, напротив, как обычно, Наталья. Сегодня мы играем в космическую стратегию под названием Черный Ангел. Это относительно недавняя локализация от компании GRAFT GAMES. Если мы посмотрим на коробочку, то в эту игру могут играть от одного до четырех человек. 14 плюс 60 120 минут. Итак, Наталья, я зачитаю фамилии трех авторов, трех дизайнеров, которые принимали участие в создании Черного Ангела. Это Себастьян Джужарден, Савье Жорж и Аллен Орбан. И ты хорошо знаешь, что эти же авторы принимали участие в создании одной из самых наших любимых игр под названием ТРУА. Первую игру мы записали ее. И, ну, здесь, конечно, действия в Средневековье происходят. У нас далекое будущее, и мы встретим похожие механики, которые использовались в ТРУА в этой сегодняшней нашей игре. Как обычно, мы расскажем, что мы нашли в коробочке, мы расскажем правила этой игры и взросплеим с тобой партейку. Я думаю, сначала надо рассказать про сеттинг, Наталья, этой игры. Как обычно, человечество истощило запасы Земли. Часто такое бывает. Жить на планете Земля становится невозможно. Да, все жизни важны. Правительство всех государств собирается и создает огромный межгалактический корабль под названием Черный Ангел. Кстати, вот его фигурка. И этот Черный Ангел, бороздя просторы космоса, должен долететь до планетки, пригодной для жизни человечества под названием Спэс. Вот она у нас уже на горизонте появилась, Наталья. Маленькая такая. И постепенно у нас будет меняться этот космос. Он состоит вот из таких плашечек. При игре вдвоем только 1, 2, 3, 4, 5 картонок. Постепенно эта планетка будет съезжать, и когда она упадет с космоса, на горизонте появится этот Спэс. Останется еще пару шажков Черному Ангелу, и мы заканчиваем с тобой, Наталья, игру. Кто больше получит победных очков, тот и победил. Есть еще второй способ закончить игру, это когда закончится красная вот эта колода плохих инопланетян разорить. Но об этом потом, немножко попозже. И кстати, этот корабль заселен роботами, Наталья. Там нет людей, только какой-то генетический код. Генетический код они доставят на эту планетку, и там уже разовьется человечество, как обычно, начнет уничтожать запасы Спэса уже. Так вот, перед нами это Черный Ангел, а вот это большое поле, что творится у него внутри? И здесь мы найдем и роботов, и кубики. Ну, мне кажется, шестигранички в этой игре, это самый важный элемент. Именно с помощью кубиков мы и будем выполнять различные доступные нам действия. Внутри Ангела, конечно, Черного Ангела, а потом у нас дополнительные действия будут появляться и в космосе. Ну, с помощью карт различных мы будем разыгрывать. Так вот, важен цвет кубика в этой игре, и, конечно, важно значение, которое выпадает на этих кубиках. Но это не обычные кубики, Наталья. Они хоть и шестигранички, но тут только значение 3, значение 2 и значение 1. Есть еще значение звездочки, вот такая, это значение 0 вообще. Здесь нету шестерок, ни четверок, ни пятерок, как, допустим, в Труа. И при игре вдвоем по 4 кубика трех цветов располагаются в специальном месте для хранения кубиков. Ну, давай, Наталье, надо рассказывать. Роботики хранятся у нас в центре. В комнате отдыха. Да, ты права, она называется комната отдыха. Я играю за белых, Наталья за красных. И уже по 5 роботов готовы к работе. Именно отсюда мы будем играть, чтобы использовать в каких-то действиях. Но это еще не все. Есть еще три вот цветные области, желтенькая, серенькая и зелененькая, где появится по три наших роботика. Зачем это надо? Моего цвета в каждой области, твоего, Наталья, цвета. И так как мы играем вдвоем, нейтрального игрока. Мы берем любой цвет роботов, вот у нас голубенький, он тоже будет присутствовать на этих по сеттингу игры, называется станция. Это позволит игрокам определить, сколько они будут бросать кубиков того или иного цвета в определенной фазе, когда они будут выполнять определенное действие. Ну, значит, мы будем бросать с тобой по одному кубику. Из-за нейтрального игрока мы еще бросим по одному кубику. Наталья, давай вначале бросим, пока мы не забыли. Вот я за себя бросаю, а потом первый игрок, кстати, это жетон первого игрока, бросаю за нейтрального игрока. 3-3-3. Это лучший результат, о котором можно только мечтать. Из-за нейтрала я по одному кубику брошу. 3-3-3. Вот, пожалуйста. Так как я сказал, что кубики один из важнейших элементов, так вот свои кубики я смогу бесплатно, Наталья, использовать в различных действиях. А у тебя или у нейтрального игрока их придется покупать за местную валюту. Но об этом немножко попозже. Дальше. Мы, конечно, выбираем, каждый игрок выбирает себе сектор, где будут храниться его кубики. Вот, моя пимпочка, таблеточка, находится здесь. Это мой сектор для хранения, красненькая твоя здесь. И по одной таблетке мы на подсчет победных очков отправляем. Кстати, у нас уже по 5 победных очков есть с тобой. Тут минусы могут быть. На черный ангел, Наталья, постоянно будет воинствующая раса нападать. И называется она Разорители. Разорители. И представлена эта плохая раса в виде колоды карт в этой игре. Красного цвета. В начале игры мы ее хорошо перемешиваем. И у нас уже будет атака на черный ангел в виде двух карт. Наталья, смотри, есть раз, два, три, четыре, пять, шесть областей, где могут появиться эти карты. Они нам будут потом мешать выполнять различные действия. Так вот, и здесь на карте есть подсказочка. Она сверху. Что эта карта появится в пятом секторе. Пятый сектор у нас здесь. И сразу же получает черный ангел одно повреждение в виде красного кубика. Вот в это место. Уже, чтобы выполнить это действие, нам придется разыгрывать эту карту, Наталья. Они ничего хорошего не делают. И вторая карта, по правилам игры, появится у нас в третьем секторе. Ну, вторую карту. Сектор, кто случайный. И обязательно повреждение. Потом мы расскажем, как с этими картами бороться. И как ремонтировать наш черный ангел от этих кубиков повреждения. В процессе игры, каждый игрок смогут приобретать технологии. Наталья, я еще пока не рассказывал про личные наши планшеты. Но мы уже получили с тобой по три различные технологии. Активируя их во время игры, мы будем получать различные плюшки и ресурсы, которые есть в этой игре. Их не так много. Всего лишь три вида. Это вот местная валюта, алмазики. Они по сеттингу игры так и называются. Ресурс. Ресурсы. Кстати, тратя этот ресурс, мы сможем покупать кубики у других игроков. Второй, это когда этот кубик красный находится у нас на черном ангеле. Ангель это считается повреждением. Когда он у нас в зоне хранения на наших планшетах, это считается обломочек какой-то. Мы этот ресурс будем тратить, чтобы модифицировать бросок своего кубика. Но только своего. Если меня будет не устраивать, вот тебя не устраивает эта единичка, ты тратишь один красный кубик, и у тебя единичка превращается в троечку. Обломочек он хороший. Переворачиваешь, направится в положенную сторону. Только, да. Да, направится в положенную сторону. Нет, какой хочешь. Модифицировать чужие кубики, если ты купил его себе, ни в коем случае нельзя. Уже купил единичку, с ней будешь бороться. А в этой игре, чем больше значения выплатят, тем больше ты действия сможешь выполнить за свой ход. По три первоначальной технологии мы получили. В процессе игры мы сможем покупать. И для этого на этом поле есть рыночек технологий. Видишь, раз, два, три, Наталья, три стопки. Три цвета. Желтая, зеленая и серенькая. В случайном порядке по одной мы ее вот сюда бросаем. По одной технологии. Здесь икона графика в этой игре прекрасная. Тут все очень легко интуитивно понять, что вот эта технология будет приносить одну победную очку. Допустим, если ты будешь активировать потом вот эту технологию, она будет тебе приносить один кристалл. И так далее. Плюс есть еще продвинутые технологии черного цвета. И на рынке, например, их появится четыре штуки. Кстати, чтобы приобретать технологии и переносить их к себе в сетку на твой планшет, тебе придется вот это действие выбирать. Черные технологии приносят победные очки только в конце игры. Их нельзя никак активировать, но можно будет потом что-то получить. Вот, допустим, эта технология даст два победных очка за каждую карту, которая в конце игры останется у тебя в космосе. А вот эти все карты, Наталья, мы будем разыгрывать сюда. Если, конечно, у нас получится. Практически я все рассказал. Нет, осталось еще много нюансов. Какие действия мы сможем выполнить с помощью кубиков внутри нашего черного ангела. Но стоит перейти к нашим планшетам. Вот мы получаем по такому планшету. Сейчас, смотри, покажу лишний. Здесь, в принципе, этот планшет нужен только для хранения различных компонентов. Это технологии будут храниться здесь, а здесь будут черненькие технологии храниться. А здесь три вида ресурсов. Я еще не рассказал про один вид ресурса. Это космические корабли. Это громко сказано. Это такая летающая тарелочка. Куда мы будем своих роботиков садить, они будут вылетать с черного ангела и прилетать в гости к трем различным дружественным к нам расам. Которые в этой игре тоже с помощью карт у нас выражены. Вот прилетишь в гости к серому, сыграешь серую карту сюда. И потом от этой серой карты получишь кучу различных плюшек. И каждый игрок получает по одному алмазику, по одному красному кубику обломков и по одному летающему кораблю. Расскажу про наши технологии первоначальные. Они, в принципе, должны обязательно по диагонали в начале игры находиться. Почему это так? Потому что здесь технологии хитрым способом появляются после покупки. Мы про это потом расскажем. Технологии обязательно по диагонали, но в любом порядке, как ты хочешь их поменять, как тебе хочется. Как ты думаешь, что стратегически для тебя это будет выгодно. Эта технология при ее активации будет тебе приносить одного роботика с банка в зону отдыха. Потому что они здесь рано или поздно закончатся. А через гроб еще одно действие, которое сможет при активации выполнить игрок, это перенести зону отдыха вот сюда на станцию. Правда, вытесняется нейтральный игрок при этом. Но зато игрок сможет потом бросать не один желтый кубик, а два кубика. Понимаешь, зачем посещать вот эти станции. Также это действие позволяет и назад вернуть роботика со станции в зону отдыха. Это вообще очень простая технология. Если ее активировать, у тебя будет выбор. С банка взять или кристалл, или красный кубик. А кристаллы и красные кубики нам, ух, как понадобятся. Нам часто придется модифицировать кубики и покупать у другого игрока. Эта технология с банка принесет тебе летающую тарелку. Или ты сможешь тарелку, которую, допустим, у тебя есть в космосе, передвинуться на 2 гекса. Смотря, куда тебе надо лететь. Нюансы все потом. Про изображения, Наталья, которые мы можем встретить в космосе. Вот эти вот значки плохой этой расы разорителей. Да. Про метеориты, которые нам будут мешать передвигаться. Мы уже расскажем, когда непосредственно мы будем выполнять действия. Полета. Полета наших роботиков в космос. И зачем это вообще делать? В начале партии каждый игрок получает по одной карте каждого цвета. Наталья, бери себе 4 карты. Себе сначала, да? И мне 4 карты. Ну, сверху колоды. Тоже не так важно. Вот когда красные карты находятся на руке, это здорово. Они хорошие. Вот когда они находятся на поле, это плохо. Так. Не хочется сыграть. Наталья, зачем карты, которые мы только что получили? С помощью специальных действий. Вот их аж 3 штуки на нашем поле. Мы сможем летать в космос и играть эти карты. Допустим, желтая карта всегда на желтый мир играется. Как называется у нас желтая раса? Мелурианцы. Да. Мелурианцы. Они непригодные для существования для других рас. Но все-таки мы будем с ними контактировать. Прилетать к ним в гости с помощью летающих кораблей. И тогда в их зоне играть карту. А зачем эти карты? Наталья, они будут давать игроку, владельцу этой карты, дополнительное действие. И, в принципе, здесь по значкам все понятно. Во-первых, игрок будет при строительстве получать бонус. Допустим, здесь 3 победных очка. А так, в дальнейшем, используя желтый кубик, он сможет посещать эту карту. И получать, что с банка вот эти летающие тарелочки, как ты их называешь, космические корабли. У меня какие-то все на выборах. И так как у нас на кубике самое большое число это 3, самое маленькое 1, то это действие можно выполнить от 1 до 3 раз. Если я сюда с троечкой приду, я 3 раза смогу активировать эту карту и получу, значит, 6 космических кораблей. Ужас. Вот эти карты, они такие, Наталья, долгоиграющие. А есть еще второй тип карт. Конечно, вот эти зеленые, как они называются, тоже воинствующая такая раса. Они соты. Соты. Соты или как их называются. Они все пытаются изобрести оружие, чтобы замочить эту красную разоритель. Но у них никак не получается. Так они тоже хорошие. Они постоянно терпят поражение. Как черепашки такие. Вот эти карты, где две красные стрелочки, они срабатывают при падении с космоса. Их лучше располагать в конце, потому что вот этот космос у нас будет меняться постоянно. Это слетать, опять переноситься сюда, картина в космосе у нас будет меняться. Так вот при падении, я называю этой картой с космоса, срабатывает эффект. Эффект. Владелец этой карты получит кучу роботов в зону отдыха. А так корабли, которые к ней присосались. Здесь еще Наталья можно присасываться картам. Получит три победных очка. Два типа карт. Долго играющие, которые можно активировать с помощью кубика. И те, которые срабатывают при падении. Вот так мы, Наталья, с тобой будем зарабатывать различные ресурсы. И, конечно, победные очки, ради чего мы с тобой стараемся. Мы подробно расскажем, когда мы будем выполнять вот это вот действие под названием управление кораблем. Когда мы будем летать в космос. Еще один компонент, который получает каждый игрок, это подсказку. Где на одной стороне расписана структура хода игрока. С другой стороны, какие действия он сможет выполнить внутри Черного Ангела. А также у этих подсказочек есть еще одна функция. Наталья, я буду первым игроком. Здесь первенство не передается по часовой стрелке. Вот я как начал игру, так только в конце, чтобы мы одинаковое количество ходов с тобой сделали. Это для этого и нужно определить. Так вот, я первый игрок с единичкой получаю подсказку. Наталья, ты второй игрок. Ты получаешь с двоечкой. И здесь подсказка, что ты получаешь на один красный кубик больше. Точно. Красный кубик это хорошо, чтобы модифицировать свои кубики. Обломочки хорошие. А вот теперь мы готовы к игре. Да, наверное. Мы готовы идти к планете Спес. Как тут происходит вообще игра? Игра делится на раунды. В каждом раунде каждый игрок сможет выполнить по одному только действию, Наталья. А действие всего в игре два. И по сеттингу игры первое действие называется последовательность А, а второе действие последовательность Б. Часто мы будем делать последовательность А. Благодаря этому действию мы будем активировать технологии, которые есть в нашей сетке, на нашей планшете. А также разыгрывать один из кубиков, которые есть на рынке. Потом мы добираем карту на руки и ход заканчивать. А вот если у нас такая была ситуация, или кубики закончились на рынке, или игрок не хочет играть в кубики, и у него нет денег, чтобы купить кубик у другого игрока, он будет переходить в последовательность Б. Это значит бросать заново кубики, ну как ему позволяют вот эти сектора, столько количества кубиков. А также будет перемещаться на одно деление у нас черный ангел, будут слетать все карты, которые на последней этой стрелочке находятся. Эта стрелочка будет перебираться в начало космоса, и эта планетка у нас будет дальше двигаться. Понимаешь? И можно приступать к игре. Ну конечно я выбираю последовательность А, Наталья. Да, вот тут тоже. И начинается она с шага активации своих технологий, но только по желанию игрока. Как здесь происходит активация? С помощью карт, которые есть у тебя на руке, Наталья. И не важно, что на них нарисовано, важно рубашка. Все зеленые карты активируют зеленые технологии, серые карты и серые, желтые, конечно, желтые технологии. Так как активируются они с помощью подкладывания карт с левой стороны планшета или снизу только. Если я хочу активировать этот ряд полностью, я сюда зелененькую карту сыграю. Но активируются, конечно, в этом ряду только зелененькие технологии, понятно. Если я захочу активировать, мне нужна летающая тарелка, закончились. Я активирую эту желтенькую технологию, и тогда активируется целый ряд желтых технологий. Но у нас на руке есть и красные карты, вот этих разорителей плохих. Как я говорил, когда они на поле, это плохо, когда они на руке, это хорошо. Вот красной картой можно активировать, допустим, целый ряд, и неважно, какого цвета находятся технологии. Местный козырь. Чем больше такие карты на руке, тем больше ты будешь именно на этом шаге активировать различные технологии. Наталья, я и трачу желтую карту, подкладываю ее сюда. Не жалко тебя? Да, и получу еще одну летающую тарелочку. С банка. Второй шаг. Я должен обязательно разыграть кубики. Ну, покупать кубики я пока не собираюсь у чужого игрока. Кстати, Наталья, есть вот такая механика, она начинается не с первого года, когда-нибудь кто-нибудь с игроков, когда он будет бросать кубики, можно в безопасную зону прятать один кубик, тогда никто из других игроков выкупить его не сможет. Но за это придется заплатить кристалл в банк. Пока в начале игры это непозволительно, про эту зону надо не забывать. Роскошь непозволительная. А вот теперь быстренько пробегу по действиям. Как я уже говорил, три действия одинаковые совершенно. Просто они требуют разного цвета кубиков. Это и есть полет в космос, когда наша тарелочка вместе с роботиком будет вылетать с черного ангела, и будет появляться карта какая-то с руки у нас на поле. А вот это действие интересно. Если сюда прийти зеленым кубиком, то ты сможешь избавиться от карт вот этих красных разорителей, которые находятся в секторах. Ну, конечно, чем больше число, чем больше карты сможешь снести. Починка системы. Допустим, в нашей такой ситуации я две карты запросто сношу, забираю себе. Мог быть три, но третий нет. Здесь есть очень интересный нюанс. Если в одном секторе, допустим, находятся сразу три карты, будут находиться, а тут больше трех нельзя. Просто вторая сыгранная карта закрывает действия первой. Вот я покажу. Сразу, допустим, у нас накопили, допустим, будет такая ситуация, когда накопилось три карты. Так вот, если ты придешь сюда с единичкой, ты не сможешь убрать одну, чтобы другие остались. В этой игре надо сносить и очищать сектор сразу. Вот с троечкой, с удовольствием, я три их беру, сразу сектор очищаю, и эти карты становятся моей. Если будут у нас только две карты, то минимум надо прийти с двоечкой. Ты понимаешь, минимум, чтобы сразу их все снести. С единичкой снести две не получится. Вот эту получится, а эту сразу не получится. Но у меня троечка, это моя карта, и я пока это действие... Этот сектор позволяет с помощью серого конечного кубика избавиться от повреждений. Вот троечка у меня есть на борту, я могу три кубика снести. И про все нюансы оставшиеся. Эти кубики потом придут ко мне в запас красненькие, потом их можно тратить, чтобы модифицировать кубики. Но есть еще один нюанс. Когда начнем играть, я расскажу. С помощью этих красных кубиков еще можно запускать технологии, активировать. Интересный момент. И последнее. Вот здесь, я уже, наверное, говорил, с помощью желтых кубиков можно покупать технологии, которые у нас есть на рынке. Наталья, но у технологии есть цена. Вот раз, два, три, четыре, первые четыре клеточки всегда, чтобы выкупить эти технологии, которые будут здесь находиться, достаточно только единички. А вот у всех остальных технологий, у этих крутых черных, стоимость два действия. Значит, минимум, чтобы выкупить черную, ты должен прийти сюда с двоечкой, ты понимаешь? Да. Ну, можно купить, стройка-то сюда пришла, можно самую дешевую купить и, допустим, черную технологию. На сумму три, три действия. Здесь покупаем, здесь летаем в космос. Но когда начнем играть, я расскажу уже потом, Наталья. Это самое интересное действие. Немножко подробнее. Когда ты выполняешь вот это, вот это или вот это действие, всего шесть штук их как бы, ну, видишь, три одинаковых, только четыре различных действия, пока у нас не появились карты. Появятся карты действий у игроков, которые не смогут выполнить с помощью кубика, увеличится. Первый шажок я уже отработал, активировал эту технологию. Второй шаг я должен разыграть кубик. И буду разыгрывать серый свой кубик, покупать его не надо. И иду выполнять это действие управления кораблем, которое называется. Но тут засада. Здесь есть красная карта. Я должен обязательно разыграть, что на ней нарисовано. А, естественно, нарисовано, что я должен с руки сбросить красную карту. У меня есть на руке красная карта. Жалко. И она идет в сброс. Жалко. Но, если бы у меня не было красной карты, я бы все равно смог выполнить это действие, но потерял бы одну победную очко. Ну да, поэтому мы с пяти. Но я обязан, если у меня есть карта, я обязан ее сбросить. Обязан. Да, в правилах написано, что потеряешь победную очко только в крайнем случае. Если бы тут было два повреждения, у меня бы еще и значение кубика стройки превратилось на двойку. Ты понимаешь? Ну, тут один кубик, он никак не влияет. Надо тут и скверно очищать систему. Так, управление. Первый шаг. Я могу переместить свой корабль по космосу на три деления. Но у меня корабля нет, значит, игра разрешает его сделать сразу. Беру с комнатного отдыха роботика, со своего планшета летающую эту тарелочку. И вот здесь он у меня появляется. На том же гексе, где находится черный ангел. Потом на три гекса я могу его переместить. Я смотрю карта. Карта у меня сработает. Когда она слетит с космоса, значит, мне надо плыть вот сюда, Наталья. На зелененький? Раз, два. Нет, я серую карту. А серую? Серый кубик. Я смотрю, у тебя зелено. В гости к серым инопланетянам. Инопланетяне серые, как называется, мы про них не упоминали. Ксавиты. Ксавиты. Это такие торговцы. Они летают на станциях. У них проблемы с метаболизмом. Они не могут жить на планетах. Только в атмосфере, которую на станции создали, они могут там жить. Вот очень богатая нация. Они собирают космический мусор. Его перерабатывают. На этом заколачивают бабло. Второй шаг по желанию. Вот сейчас мой выход мог закончился. Но если у меня есть карта, я могу ее разыграть. Серую к серым кубикам. Тут весь, видишь, цвет. Потом вторым роботиком я обозначаю, что это карта моя, Наталья. А этот просто пока пришвартовывается. Здесь, пока он здесь находится. Тут такие полукружочки есть для него места. Да, полукружочки. Еще кто-нибудь чужой может пришвартоваться к этой карте, чтобы получить бонус при падении. Так вот, есть еще бонус при строительстве. Видишь, я закрыл этим человечком три победных очка. Я получаю раз, два, три победных очка. Третий всегда шаг, когда появляются разорители. Вот такие значки, Наталья. Это плохо. И когда они есть вокруг строительства, значит, у нас еще бы карты появились. Но вокруг моего строительства никаких красных, никакие разорителей не получится. Пропускаем этот шаг. И последний шаг. Именно когда ты используешь управление кораблем, здесь есть подсказка, какие технологии появятся на рынке. Серая технология появляется у нас на рыночке. Именно в этот момент. Все, действие выполнил. Последний шаг всегда в последовательности А, это получить карту того цвета, какой ты кубик сыграл. Я получаю серую карту на руку, и этот кубик уходит отдыхать. Ход переходит к тебе, Наталья, и ты объявляешь. Ты будешь последовательность А выполнять или последовательность Б. Вот, Наталья, если ты переведешь последовательность Б, все кубики, которые в твоей зоне находятся, они принесут тебе минусовые победные очки. Вот, если ты захочешь перебросить кубики, поменять космос, да, минус 4 победных очка бы получила сейчас. Но, конечно, ты дурью заниматься не будешь. Ну, не буду. Ты в последовательности остаешься. Вся во вкушении, такие карты у меня. Ну, давай, у тебя классные карты, давай. Всегда, если хочешь, активируй с помощью карт на руке технологии, как это сделал я. Если есть желание. Но это по желанию, ты этот шаг можешь пропускать. Есть у меня желание. Наталья, козырной красной картой. Активирует, конечно, желтую технологию, которую приносит из банка летающую тарелочку. А теперь выбирай кубик, который ты хочешь сыграть. А я буду смотреть. Двой зелененький. Ну, для зеленого есть только раз или два. Или убрать карты, которые у нас есть. Или полететь в космос. Полетим в космос. Наталья решила лететь в космос. Ну, смотри, подожди, подожди. Ты пока не снаряжай. Смотри. Мы должны отыграть эту карту, которая здесь присутствует. Верхнюю карту, которая находится. А эта карта нам говорит, что она тебя в плен берет одного роботика. Пока. На время. Вот с зоны отдыха. На карантин 14-дневный. И получить ты этого роботика сможешь только, когда снесешь эти красные карты. Здесь повреждение только одно. Больше тебе ничего не мешает. Приступай к дальнейшему действию. Снаряжай летающую тарелку. И на три шага, на три гекса ты можешь переместиться в любом направлении. Раз, два. Ну, конечно, Наталья летит у нас к зеленым. В гости. Хорошо. Карту ты будешь играть? Буду. Зеленого цвета. И карта у тебя срабатывает тоже при падении. И при падении Наталья получит куча. Куча роботиков с банка к ней в зону отдыха. Она тебя на всю игру обеспечит. Мне такое ощущение. И еще. Наталья, и три победных очка получишь. Да. Почему эти бонусы делятся на две половинки? Да? Вот этот, ну, с твоей стороны, левый бонус приносит пользу только владельцу карты. А вот этот бонус работает на космические корабли, которые присосались к этой карте. Ты понимаешь? Да. Что если мне столько кристаллов не нужно будет, я смогу отцепиться от этой карты с помощью, допустим, действия перемещения. И прилететь к тебе, прилепиться. И при падении я получу четыре роботика. Три кристалла хватит, а ты еще три роботика получишь. Ну, это я так пока говорю. Так, три победных очка, да? Раз, два, три. Да. Три победных очка. Да, три победных очка. Потом следующий шаг, смотрим, появляются ли вокруг этого... Ой, себя поварил. Появляется одна карта. Появляется. Значит, мы ее отыгрываем в каком секторе? В секторе номер два. Появляются разорители и, конечно, повреждения. Ну, что? И последний шаг. Какие технологии? Зеленые. Зеленые технологии. Технологии, которые позволяют с колоды брать любую карту. Тоже неплохо. Кстати, вот и появилась технология, которая просто одно победное очко приносит, если ты ее активируешь. Интересно. Тоже хорошо. Ну что? Отыграл мой кубик, идет на отдых. И ты зеленую карту добираешь. Уход переходит ко мне. Ну, все на выброс. Долго играющих нет. Я буду активировать технологию, вот эту вот серенькую. Ну, получу, допустим, один кристаллик. Потом у меня еще зеленая карта остается. Вот здесь можно неплохо так... А, слушай, у нас уже зеленых то и не осталось. Которые готовы к быстрому сбросу. Только на следующий. Ну, у нас-то зато появится куча различных, Наталья, карт. Угу. Ну, хорошо. Хорошо, я получил кристалл. Уже что-нибудь другой активирую. Сейчас покажем зрителям, как надо очищать. Играю в зеленый кубик и иду в эту область. Смотри, Наталья, до трех карт я могу снести. Они у нас раз по одной. Значит, я всех их сношу. Тебе хорошо, что я освобождаю твоего человечка. Мне хорошо, что у меня эти три карты идут на руку. Да. Всем хорошо. Мне потом активировать технологии. Надо будет каких-то технологий понакупать. Этот идет на отдых. Кубичек. И я получаю зеленую карту. Ну, неплохо. Здесь кубик сможешь купить зеленый. Можно будет купить. Можно будет. Ну, пока мой ход закончился. Твой ход, Наталья. Ну, я не знаю. У меня такие карты. Мне на победные очки. Мне не хочется ничего. Активировать не хочется ничего? Активировать. Ну, смотри, у тебя все равно закончится. Рано или поздно у тебя закончится. Так что ты выбери самые хорошие карты. И не жалей на активацию. Ну, что я тебя буду учить? Жалко все. Переходи ко второму шагу. Разыгрывай кубичек. На здоровье. А ты знаешь, что я куплю желтый кубик? У Нитрала ты покупаешь на здоровье. Только ты в банк заплати. Последний. Да, последний кристалл. И ты должна что-то с ним сделать. Получение технологии. Смотри, Наталья, тут нет карты. Только одно повреждение. Значит, спокойно работаю. У тебя три глаза. И подсказываю, вот эти три технологии по единичке. Значит, ты можешь, допустим, крутую черную одну издать. На кораблике ничего нету, да? Вот. За единичку, пожалуйста. Но это единичка. Нет, так это ж роботы, не кораблики. А, тебе нужны кораблики. Кораблики. Ой, ой, ой. Нет, на рынке нету корабликов. Еще не видно, в будущем они придут или нет. А ты кораблики хочешь снести? Тут я получу, понимаешь, роботов. А с корабликами мне беда. Ну, тогда можешь взять одно победное очко, кристаллы получать. А корабликов, если тебе нужно много, может, вот эту технологию взять. Она интересная. Она активирует или слева, или справа технологию. Отдавая. А давай. Да? И за сброшенные. И за сброшенные, которые уже пройдут. Давай на сброшенные. Будешь так? Так. Хорошо. Это подтолкнуть, понимаешь? Они всегда появляются только с левой или с нижней части нашего планшета. А черные технологии вообще появляются только в этом углу. Вот тут специальные стрелочки черники и показывают. Так вот, Наталья, любые технологии, хотя здесь и написано на технологии, что она приносит два победных очка за каждую уже потом сброшенную технологию во время игры. Но максимум, каждая черная технология приносит четыре победных очка. Да, тут вот написано. Так вот, неважно, где в конце игры будут находиться твои черные технологии. Или в сетки, или они перейдут в специально отвезенные для них места, или вообще слетят с твоего планшета, максимум они могут принести четыре победных очка. Вот будет у тебя в конце там десять технологий, которые ты уже сбросишь, и каждая приносит два победных очка, а ты все равно получишь только четыре победных очка, как бы у тебя только две сброшенные технологии будут работать. Но это можно модифицировать. Вот в специальных трех местах, если ты догонишь эту технологию, ты ее сюда поместишь, вот это положение можно модифицировать с помощью карт, которые уже у нас отработали в космосе, и слетели. Когда карты будут слетать, они будут подкладываться сюда, и каждая карта добавляет еще плюс два победных очка к твоему условию. Поняла? Значит, лучше, конечно, если ты стараешься уйти в стратегию черных технологий, их прогнать вот в эти места, ну, конечно, тебе еще придется, на, Наталья, и куча технологий, чтобы слетело, раз ты выбрала. Ну да, надо будет работать. Ну, они так или иначе слетят, потому что... Рынощик черных технологий сразу пополняется. О, вышла технология, два победных очка за каждую зеленую технологию, которая находится у тебя в сетке в твоей, в конце игры. Да, это так. Наталья решила так. Ну, все. Все, что я могу сказать? Отработала. Отработала. Кубик идет на отдых, ты получаешь желтую карту. Желтую. Ход переходит ко мне. У меня желтых карт нет, но остался желтый кубик. Одной технологией. Начинаю свой ход, остаюсь еще, конечно, в последовательности. А! Я получаю роботика с банка суда. Потом я свой желтый кубик и иду тоже в получение технологии. И может мне прикупить, вот допустим, тоже, вот эту черную технологию, два победных очка за зеленые потом. Надо в самом начале их покупать, потому что они не доходят. И ты знаешь, скорее возьму вот этот. Единичку стоит и двоечку, я укладываюсь. Сначала черную продвигай. А может вот так ее? Да. А потом этой. А потом толкнуть ее. Да, и вот сейчас две зелененькие будут. О, которые будут мне к шуриков приносить, если их побольше. Ну, вроде все. Черная технология сразу. О, как у меня, Наталья, тоже два победных очка. Видишь, тут попадаются одинаковые. Этот идет на отдых. У меня карта еще на руке. Есть еще один нюанс. Маленький, но нюанс. В конце каждого хода мы должны проверять свою руку. Должно не больше шести карт быть на руке. Только цветные. Красные в этот лимит не входят. Если больше шести, лишние сбрасываем. Ну, у меня две карты. Это мелочи. Твой ход. Мне эти так шалко. Не иду сюда пока. Понятно. Ты первый шаг пропускаешь. Ну, здесь только появится много. Много красных карт? Ну, у нас красных карт нет. А, нету. Ну, да. Раз, два. Отдаю свой обломочек. Модифицировала. Модифицировала. Ну, куда ты? Ты, кстати, можешь сейчас собрать красные кубики. Не хочешь? Нет. Полетишь в космос. Здесь только одно повреждение. Карт нет. Работай спокойно. Да. Пока работает. Ты будешь снаряжать новый кораблик? Да. Снаряжай. Показывай, как он с черного принца. Ну, ты, с черного ангела вылетает. На два деления. Ты к серым в гости летишь. Ну, да. Ну, вот только так могу. Карты тоже срабатывают при падении. Что ты у нас какая-то... Два победных очка. Два победных очка ты закрываешь. Раз, два. Молодец. При падении три кристалла получит твой хозяин карты. И три победных очка получит пришвартовавшийся сюда. Чувачок. Следующий шаг. Да. Две карты, Наталья. Вокруг два значка. Разорители. Жалко. Мне придется. Играем в шестом секторе. И одно повреждение. Видишь, святерочка. Не такое страшное. Пока хорошо. Посмотрим, как вторая карта себя поведет. В первом секторе. И одно повреждение. Ну, я тебе скажу, пока нормально. Но они крутятся. Они потом как-то подобавляют. Пока спокойненько у нас идут. И потом появляется серенькая технология с победными очками. Видишь, я их так толкаю, эти дешевеют. Новые выходят только снизу. Рыночка. И все, твой кубик идет на отдых. Ты получаешь серую карту. Ход переходит ко мне. У меня есть красные карты. Может, мне что-нибудь тут получить. А толку мне использовать. А серых у меня карт нет. Если я так ее подложу, то у меня и человечек появится. Видишь, включается зеленая. Да. И у меня и кораблик еще один возьму. К тебе прилетать не буду. Потом за один кристалл я выкупаю у Нитрала серый кубик. И иду сюда. Чтобы очистить от трех кубиков. Вот от каких, куда я потом буду планировать. Ну, давай возьму с этой зоны. Где карты возьми. Потом с этой зоны и с этой зоны. Три штуки. Наталья, я их могу просто в зону хранения. Они у меня, повреждения, превращаются в обломочки. А могу с помощью этих кубиков, именно выполняя это действие, получить плюшки, активировать свои технологии. Вот специальное место для кубиков есть. Допустим, вот эту активировку. Здесь или кристалл, или еще один обломочек. Но я возьму кристаллик. Потом роботов получить. Ну, можно получить роботов. Еще. Не будет лишним. Не будет лишним. Они быстро очень заканчиваются. И здесь, допустим, эту еще получить тарелку. Чтобы я приготовился к следующим подвигам по полной программе. И теперь что? Этот кубик идет на отдых. Я получаю серую карту. Идем. Выход переходит к тебе, Наталья. Идем, активируем, чтобы получить алмаз. Ты остаешься еще, значит, в последовательности А. У меня есть. Зачем мне терять подвигачки? Я получила алмаз. И знаешь, что я сделаю? Я куплю вот эту вот зелененькую. У тебя есть алмаз? Есть. У нейтрального игрока. Я только получила. И у тебя два выбрала. Лезь сюда или сюда. Да, вот сюда. У меня нету летать. Я бы могла. У меня карты неплохие. Но у меня нету роботов. Роботов. Но выбирая это действие, они у тебя не появятся. Я знаю, что не появятся. Они у меня вот должны появиться. Смотри, раз ты пришла в этот сектор, а тут карта находится. Вот надо выполнить то, что на ней нарисовано. А нарисовано, что появится еще одно повреждение, но только в соседнем секторе по часовой стрелке. Вот здесь уже второе. А теперь приступай к действию. Ну, только вот эти вот две карты забираю себе. Забираешь себе в руку эти две карты. Они мне нужны. Ну, хорошо. Этот идет на отдых, ты берешь зеленый. Да. Я буду выкупать у тебя сейчас? Не надо. Не знаю, тратить карты мне или нет. Единичка. Ты знаешь, я потрачу карты. Еще остаюсь, конечно, в последовательности А. Активирую вот эту технологию, которая приносит мне еще алмаз. Кстати, Наталья, когда я учил правила, у меня был такой вопрос. Если кубики уже отмечены, допустим, красными обломочками, можно ли их активировать, эти технологии, с помощью карты? Можно. Набор геймги говорят, что можно активировать. И никаких проблем нет. Раньше или позже появились эти кубики. Теперь на тебе алмазину. Спасибо, Дух. Какой у тебя этот кубик может слетать куда-нибудь? Успею еще? Нет? Можешь слетать. Никуда я не успею. А мне нужны технологии. Не буду я спешить. Я лучше потрачу ее, чтобы за единичку выкупить вот эту технологию, которую алмазы приносят. Наталья, и я не хочу сносить вот это ни в коем случае пока. Я вытолкну пока в серединку эту черную технологию. Пускай она у меня пока здесь болтается. Вот такие вот дела. Здесь ничего нету плохого. Идем сюда. Я получаю желтую карту. Ход переходит к тебе. Раз у нас закончились кубики, ты обязан выбрать последовательность Б. Первая последовательность в нашей игре. Первым шагом ты бросаешь кубики. Бросаю кубики. По одному кубику каждого цвета. У нас на станции как было в начале игры, так и осталось. А я давай сброшу за нейтрально. 1, 2, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Следующий шаг. Очищаешь свой планшет. Ты убираешь все карты, которыми ты активировала технологии. Они идут в сброс. Да. Но только ты. Я со своим планшетом ничего не делаю. Еще в этот момент красные кубики уходят на хранение. Но у тебя красных кубиков, смотрю, нет. Следующий шаг. Черный ангел перемещается на одно деление вперед. И теперь этот участок космоса слетит. И давай по порядку с ним разбираться. Это твоя карта. Ты из-за нее получаешь 3 кристалла и 3 победных очка. А эти шурики все идут в банк. Они на корабле. 3 кристалла и 3 победных очка. 1, 2, 3. Забирай эту карту и подкладываешь ее, чтобы модифицировать потом свои черники и технологии. Технологии свои черники. Следующая твоя тоже карта. Этот тебе приносит 3 роботика. И этот 3. 6 роботов. На тебе 2 еще. Посчитай. Появится в зоне отдыха. А это очень хорошо. Сейчас ты не будешь об этом беспокоиться. Смотри, это тоже карта твоя. Ладно, а я получаю кучу кристаллов. 6 штук. И подкладываю карту тоже вот сюда. Да, этих карточек хорошие. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отыграли. Снимаю часть космоса. Переворачиваю я на другую сторону. Толкаю. Планетка Спес. Немножко передвинулась у нас. Наталья, именно когда ты бросила кубики, ты принимаешь решение спрятать себе его в безопасную зону. Да. Или не бояться, что я выкуплю. Спрячу, выкуплю сейчас. Ты такой товарищ. Значит, ты тратишь один алмаз. Ненадежный. Даже единички покупаешь. Алмазов набрал себе. Кубики уже появились. И налево, направо. А у меня все равно. Мне карты приходят такие, которые срабатывают именно при сбросе. Наталья. Ну и что мне делать? Может быть и продолжать. Выкуплю у тебя. А, у меня же уже практически все здесь занято. Выкупать. Вот. Ну ладно, красненькую потрачу. Уже последнее место активации у меня. Два зеленых, Наталья. Мне скоро придется. Ну, вот тут одного роботика дает. А здесь, скорее всего, я сыграю его, Наталья, вторым действием, чтобы переместить на станцию. Буду больше желтых кубиков бросать. Но зато нейтральный игрок у нас уходит с игры. Угу. И желтый кубик уходит. Так, потом у тебя покупаю желтый кубик. Прошу вас. Прошу вас. Он идет сюда. Я не думала, что ты возьмешь. Забирай, забирай, Наталья. Смотри. Здесь два повреждения. Значит, я теряю один глаз, у меня становится один. Ну, я так понял, у меня этого будет достаточно, чтобы запустить карту. Я вот сюда на одну прыгаю и покажу, как карты играются, которые срабатывают не при падении, а которые надо активировать. Я буду получать, если буду активировать эту карту, буду получать один летающий корабль, одно победное очко. Так, я обозначаю, что это карта моя. И получаю, сколько одно победное очко за активацию? Этот сюда прилепляется. Вот второй здесь человек на таких картах совершенно не нужен, второй роботик. Его можно куда-нибудь будет в дальнейшем перегнать. Смотрим, вокруг появляется все-таки, Наталья, одна красная карта. Как мы не будем. И появляется она во втором секторе. Вот здесь. И, соответственно, повреждения. А технологии появляются сразу две. Сначала желтенькая, с победными очками, кстати. А вторая серенькая. Серенькая. Кубик мой отработал. Я получаю желтую карту. И твой ход. Так, идем сюда карты, чтобы получить тарелочку летающую. Есть. Давай силененькую будем играть, да? Ну, давай. У тебя два выбора. Или сюда, или сюда. Лететь в космос. Сюда. Ну, там нету карт никаких, только одно повреждение. Формирую себе космический корабль с дроном. И на три деления показываю, куда ты полетишь. Ну, как-то хочется побыстрее. Имею право тогда. Через меня перелететь сможешь? Раз, два, три. Не, не, ты смогла и через меня выбереть. И через тебя, и через тебя. Это можно, да. Играю вот на победные очки. Зелененькую карту. У зелененьких импланетных. Правда, здесь только одно победное очко. Одно победное очко. Не, сначала, Наталья, появляются... А, сначала это, сразу. Ты играй, а я зелененькую технологию сыграл. На двоечку. О, как плохо. Второе? Второе? Нет, и так вот, и лицом ее вверх кладень рубашки. Немножко со сдвигом. Я привыкла всю себе рубашку. Не больше трех карт может быть в каждой зоне. Если появляется четвертая карта, она сбрасывается и вытаскивается другая, чтобы в другой секту легла. И тут второй у нас бум, водобум. Где он, кубик? На отдыхе, получая зеленую карту, он переходит ко мне. Я ничего активировать не могу. Но все-таки, мне почему? Я могу что-то активировать. И знаешь как? Я сейчас сброшу кристалл, у нейтрала выкуплю этот серый кубик. И отправляю его сюда, чтобы избавиться от этого кубика. И все уже, все подзабирал. У тебя все красные, у меня ни одного нету. Подожди, я получу кристалл и получу еще одного роботика назад. Я топчусь на месте. Столько кристаллов. Я только и спасаю корабль. Можно подумать. Сам себя спотаешь. Все, этот кубик идет сюда. Я получаю серую карту. Вот теперь ходи. Ну, у меня серая карта, да? А что ты перевернула на тройку? Ну, потому что отдам сейчас. А ты не будешь получать что-то со своих этих? Ну, вот не знаю. У тебя же даже летающего корабля нет. Ты полетишь. Или ты летать не собираешься никуда? А, нет, не собираюсь. У меня нету серой карты. Ну, кораблик я все равно получу. Хорошо. Пускай будет. Все, используй, пожалуйста. Я все равно получу. Свой кубик. Ну, тоже пойду сюда. Еще остались кубики. Ну, да, трех кубиков ты можешь снимать. А, ты все забираешь. Мне нечем будет работать. Вот теперь ты наактивируешься. Вот теперь подумай точно, какую технологию активировать и что тебе не хватает. Желтый мне появится, но не скоро. Возьмем еще одну тарелочку. Два запуска смогу сделать. Давай еще красный кубик. И еще одного робота. Победных очков у меня как-то так хватает, а это надо запастись. Все, Наталья. Он идет на отдых. Серую карту бери. Ход переходит ко мне. Серенькая. Я уже наактивировался. Опять у меня какие-то... Ну, последний кубик остался. Нет, долго. А я их отдаю в долгое. Наталья, я выкупаю у этого товарища один кубик. Буду его использовать вот здесь, в космос. Здесь все чисто. Не сомневалась. Запросто можно лететь. Правда, только на единичку можно пролететь. Вот этого мне не хватит, чтобы его перегнать туда, куда я хочу. Кстати, карту можно строить прямо под черным ангелом. Но я должен к зеленым лететь. Значит, буду нового формировать. Оп. Отсюда. Сюда. И здесь играю зеленую карту. Она при падении сработает. Вторым своим шуриком закрываю бонус. Два победных очка. Этот присасывается. Вот тут. Можно и человечка будет получить. Три победных очка. Но только при падении, конечно. И у нас появляется красная карта, Наталья. И появляется она в секторе номер один, а также повреждения. Никуда от этого не деться. И одна зеленая технология, которая дает любую карту цвета с колоды. У нас уже одна технология слетела. Мой кубик, где он? Идет на отдых. Я получаю зеленую карту. Вот, переходит к тебе. Наталья, остался один ноль. Ноль, кстати, можно использовать. Когда ты выбираешь управление кораблем. Но только у тебя корабль уже должен быть. Стоять в космосе, допустим, на желтой планетке. Тогда ты смогла бы его использовать вот в этом действии. И построить там карту. Но так как такой ситуации нет. Передвигать ты корабли не можешь. Значит, ты сто процентов переходишь в последовательность B. Бросай кубики. У тебя по одному кубику каждого цвета. На, я тебе помогу. Нитрал у нас уже... А, желтый кубик раз с нулем, он уходит. 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 И мы уже бросать за него не будем. Будем бросать только за нейтралу два кубики. Два-оди. Ой, ну что это такое? Плохо? Ну так. Один-три-три. Ну, модифицируешь до троечки потом. Второй шаг. Очищай от этих карт, которые у тебя запускали технологии. В сброс. Все кубики обломков слетают с технологии в зону хранения. Черный ангел у нас перемещается на доделение. И с этого сектора падает вот эта карта. А здесь ты получаешь три плюс три. Что такое победное? Шесть победных очков. Ну, ради победных очков, Наталья, мы и стараемся. Шесть, да? Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Ну, теперь решай, будешь закрывать троечку. Или не будешь. А я пока вот это переверну. Ба-бам. Ладно, не буду. Ба-бам. Не будешь? У-у. Добрая ты. Значит, ход переходит ко мне, Наталья. И я у тебя начну покупать, раз ты пожалела. Давай. Еще потом, еще последний ход я сделаю. Ну, я добрый ход сделаю. А потом мы с зрителями попрощаемся до второй части. Смотри, Наталья. Так ты возьми. Я здесь еще не могу себе запускать технологии. На тебе кристалл, мне не жалко. Покупаю у тебя зеленый кубик и иду сюда. И сношу здесь две карты. И здесь одну карту. Мне они нужны. У меня есть такая технология, которая у меня будет одна карта, которую я планирую потом запустить. Которая будет мне приносить победные очки. Ну, я не знаю, как получится. Все, этот кубик идет сюда. Это идет ко мне карта. Наталья, мы запоминаем, что следующий ход будет твой. А со зрителями попрощаемся до второй части. И я постараюсь побыстрее отредактировать сразу и вторую часть. До свидания до второй части. До свидания.